Теперь другая техническая тоже лемба, без которой эту теорему не доказать. Она даже настолько важна, что называется специальной фамилией. Лемба Гаусса. Это вот что такое. Когда у вас есть какой-нибудь многочлен, целый коэффициент. Когда мы занимаемся многочленом деления круга, то многочлен такой. Ну а вообще, просто когда у вас есть многочлен, целый коэффициент, то в принципе можно себе задавать вопрос. Разлагать над Q или разлагать над Z? Объясняю. Вот есть в каком-нибудь у нас, не знаю, что-нибудь, да, многочлен, целый коэффициент. Можно ли, может ли так быть? Что он представим в виде произведения каких-то многочленов с рациональными коэффициентами, но при этом не представим, ну кроме как в исходном виде, в виде произведения многочленов с целыми коэффициентами. Может ли так быть, что какой-то многочлен с целыми коэффициентами удалось разложить на множители с рациональными коэффициентами, но не удалось разложить на множители с целыми коэффициентами. То есть может ли по-настоящему всерьез помочь? Вы понимаете, всегда можно взять многочленов умножить на 5 и разделить на 5. И просто написать, что вот у меня многочленов X, это 5 умножить на X5. Это, конечно, замечательно, но не особо интересно. А вот оказывается нет. Оказывается, на самом деле, если у вас многочленов исходных с целыми коэффициентами, то для разложения его на множители никакие дроби не понадобятся. Если он разложил рациональными числами, то он заодно будет разлагаться и над целыми числами. Ну, это я так философски описал. А теперь конкретное математическое утверждение, из которого вся вот эта философия быстро расследовала. То есть, господа, представьте себе, что у вас есть какое-то многочленов, обладающие следующими свойствами. Все его коэффициенты, цены, и при этом наибольший общий делитель у них равен в единице. И другой многочлен, обладающий тем же самым свойствами, что у него весь разложен, что наибольший общий делитель всех коэффициентов, он должен получать в единице. Возьмем, перевложим, все, значит, слагаемые соберем при одних и тех же степенях вместе, и в результате мы получим какой-то новый многочлен. С нулевое плюс С первое икс плюс С второе икс квадрат, плюс и так далее, плюс Сн плюс Мн, икс в степени Этпуса. Так вот, лемма Гаусса утверждает следующее, что наибольший общий делитель С это должен уйти. То есть возникнуть каким-нибудь таким таинственным образом общий делитель просто не нужно. Как вот эти философские штуки из нее получаются? Я сейчас объясню, но сначала левое тоже. Смотрите, доказывается, она очень простая. Опять, предположим, что у меня здесь получилась не единица, а какой-нибудь число больше. Какой-нибудь натуральный число. То есть вот эту единицу зачахну, и здесь напишу несколько натуральных числок. Если есть натуральное число К, больше единицы, то у него есть простой делитель. Согласны? У любого натурального числа больше единицы есть простой делитель. Давайте его рассмотрим и обозначим. Начло П. Отлично. А теперь внимание. П простой число. Это означает, что вот из-за этого условия, что наибольший крествий всех коэффициентов А равен 1, что хотя бы один из коэффициентов здесь не делится на П. Отлично. А из-за второго условия, что наибольший крествий всех коэффициентов здесь хранит, хотя бы один из вот этих коэффициентов не делится на П. Отлично. Вот давайте все, которые делятся, мы просто на просто сотрём, заменим на нули, всё, и они исчезли. И после того, как мы все делящиеся на П убрали, у нас здесь должен получиться многочлен на любой степени. Ну вот этот крествий запуск, он делится на П. Кто его знает? Делится, не делится. Но какой-то не делится. Давайте мы его ответим. Вот всё правее делится на П, а вот этот на П не делится. И здесь то же самое. Может быть он и делится, а может не делится. Но в какой-то момент будет тот, который не делится на П. Да? Вот здесь вот какая-то там, не знаю, там степень, альфа, а здесь какая-то там степень бета. Господа, как вы думаете, при x в степени альфа плюс бета какой будет коэффициент в произведении? Делящийся на П или не делящийся? Не делящийся. Почему? Потому что, когда вы будете брать, вот как получается альфа плюс бета? Можно взять отсюда x в альфу, отсюда x в альфу, а можно так, можно взять отсюда x в меньшей степени, но отсюда x чуть больше. То есть когда вы будете брать, или наоборот, отсюда x чуть больше, следует-u чуть мучше? Когда вы будете брать так, то у вас деньги и делиться на П, а здесь мне неважно, они все равноaçãoы числа, поэтому все вы можете читать. Когда вы будете брать отсюда, то есть деньги и делиться, например, здесь деньги и делиться. Единственная ситуация, когда не будет делиться, Это когда вы отсюда воевать голову на землю истегни отсюда. Замечательно. Лем и Гаусс это доказано. Согласны? Отлично. Теперь вопрос. А как при помощи Лем и Гаусса разобраться с этой самой философией? Это очень просто. Господа, представьте, что мы взяли какой-то многочлен с целым коэффициентом. Значит, F большое. Это какой-то многочлен с целым коэффициентом. Давайте я правильно пишу. Многочлен от Х с целым коэффициентом. И наш многочлен разложили в произведение G1 и G2. Где G1 и G2, кстати, не G1 и G2, нескольких могло быть. Это неприятнее как в дальнейшем. Где вот эти G-шки, это уже с рациональным коэффициентом. Так вот, я вам сейчас легко и просто объясню, как я могу, не изменив, по сути, не изменив степени этих многочленов, сделать, чтобы коэффициенты стали в них целыми. То есть, я сейчас на что-то умножу или разделю вот это, на что-то умножу или разделю вот это, да, и, опа, они изменятся в сколько-то там раз, рациональное число раз. Ну, почему так, что район состоится в верхнем. Но при этом у них коэффициенты уже станут целыми. То есть, выяснится, что на самом деле это просто вот их чуть-чуть там, ну, там, не знаю, это там разделили за 120, а это умножили 120. Что-то в этом. Крайне просто все делается. Когда у вас есть многочлен F, то вы можете у его коэффициентов взять наибольший общий делитель. Согласны? Можно? Давайте его обозначаем как-нибудь буквой А и записываем, что такое F. Это некоторое натуральное число А умножить на F стильточки. F стильды обладает вот этим свойством. И все коэффициенты многочленов F стильды, они какие? Какие они? Целые. Согласны? Итак, я из многочленов F вынес наибольший общий делитель и его коэффициентов. Ребята, точно так же. Я вам не начну жить. Привожу, если там были знаменатели какие-то, привожу все к общему знаменателю, общий знаменатель выношу. У меня остаются целые коэффициенты. Из них я тоже выношу наибольший общий делитель. В результате у меня здесь получается не G1, а какой-то там G1 стильдый. Только здесь, правда, будет троп. Здесь будет какой-то числитель и какой-то знаменатель. Согласны? Отлично. Из G2 тоже сделаю. Выношу знаменатель. Получается целый коэффициент. Не уберу, наибольший общий делитель и выношу. Там будет какой-то там D разделить на E умножить на G2 стильдый. А дальше говорю, что вот эти G2 и G2 – это многочлены, к которым применима левый груз. Очевидно. Я специально вынес наибольший общий делитель коэффициентов, значит, вот это. Значит, когда я их перемножу, то у меня получится многочлен с целыми коэффициентами, внимание, и у которого наибольший общий делитель – равен чему? Это я здесь когда-то откротивно зачеркнул, а на самом деле – чему равен? Единица. Единица. Ребята, вот эта штука – это произведение этих. Ну, а, соответственно, А – это B умножить на D разделить на следующее. Объяснил? Ну, ровно так же, если бы он был не 2, а, наверное, сколько бы было, ничего не было. Таким образом, когда вам дали многочлен с целыми коэффициентами, и вы его разлагаете на множители, на самом деле в качестве этих множителей достаточно использовать только многочлены с целыми коэффициентами. Это, на затвердение, повторяю, называется теоремика Рос. Очень хорошо.